Ну вот, я, например, говорю слово чашка. Чашка – это просто слово. Да? Теперь, каждый из вас, услышав слово чашка, к этой чашке добавляет содержание. К самому слову дополнительно содержание наполняет. В одно мгновение. Теперь поехали. Какая чашка у тебя? А. У меня много говорят. Одна. Чашка какая? Пиала. Пиала. У тебя какая-то качество? Ну, вот такая. Кружка, да? Чашка. Большая. Пивная кружка. Пивная кружка. И понеслось, да? То есть, смотрите, слово, просто слово. К нему добавляется содержание. Уже уникальное индивидуальное содержание. Да? А теперь, когда я говорю чашкой, я имею в виду конкретную чашку. Например, вот эту. То есть, теперь мы говорим о том, что называется явление. Вот оно, явление. Само явление, которое я описываю словом «чашка». Само явление. Теперь почувствуйте разницу этих категорий. Есть явление, есть слово, которое обозначает это явление. И за словом еще есть содержание. Вот вы себе представили содержание. Но не явление. Потому что явление знаю только я. Я говорю. О какой чашке я говорю. Да? То есть, явление, по сути, известно только мне. Это конкретная чашка, которую я имею в виду. Но когда я говорю слово «чашка», вы уже не с явлением общаетесь. Вы общаетесь со словом и общаетесь с содержанием слова. Надо сначала ослышать явление. То есть, я сейчас просто рассказываю о том, как происходит утопание внимания в словах. Мы уходим в слова и уходим в свои содержания. Значит, надо слышать до чашки. То есть, от явления все оторваны. Это факт? Да. Да? Да. Согласны теперь, что теперь вы не живете в реальности. Вы живете в словах. И в содержаниях. И теперь смотрите. Ты – это слово. И к этому слову есть содержание. А есть явление, которое называется «ты». Все. Осталось теперь посмотреть. А кем же ты являешься без слова и без содержания? Являешься ты кем? Явление. Какое? Что мы теперь будем называть? Назревать. Явление. Явление же – это тоже слово. Ну, явление – слово, понятно. Это мы не будем… Иначе сейчас… Закопаем. Кнопку, да, нажимайте, 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 нажимайте. Останавливаемся. Ты понимаешь, о чем я говорил? Да. Так что является явлением? Твоим. Без слова. Без обозначения. Без содержания. Что является явлением? Чистым явлением. Что является? Чистым явлением явлением явлением. Что? Я. Явление. Стойте, не мешайте вы ей, смотрите. Ну. Ну. Присутствие, нет? Тихо. Кого? Не мешайте ей, попроси уже. Вот сейчас что-то называется явлением. Мы решили что-то назвать явлением. Что? То есть настоящее. Что настоящее сейчас? Не обозначенное словом, недополненное содержанием. А реальным явлением. Что сейчас являетесь? Задание. Все, да. Вот посмотрите. Тут ум приходит в ступор. Сразу. Потому что что бы сейчас ты не сказала, это будет слово. Сейчас начнешь описывать, будешь использовать слова. И влезешь в такую штуку, которая называется описание. Явление. Я не знаю. Вот. Понимаешь? Вот вся методика. Не отдавай реальность в слова, не отдавай реальность в описание. Посмотри на реальность, на какую такая она есть. Все. Вся методика. Потому что такого явления, как чашка, не существует. Такого явления, как человек, не существует. Самый большой секрет в том, что не существует множество явлений. Явление одно. Когда ты увидишь одно явление, на этом все закончится. Явление всегда одно. И вот теперь посмотри степень искажения, в которую мы попали. Мы попали в искажение через то, что мы назвали разными словами. Одно явление названо разными словами. И каждому слову еще приобретено содержание. То есть мы в очень искаженном сейчас находимся восприятии. Продолжение следует...